Насмерть придавила бетонной колонной. 13-летний школьник погиб при обрушении конструкции в одном из заброшенных строений. Пустующий ангар находится в микрорайоне Липовая гора и принадлежит Пермской сельскохозяйственной академии. Елена Яговцева побывала на месте трагедии. Смертельно опасный пустырь. По материалам расследования четверо учеников местной школы прогуливались возле общежития сельскохозяйственной академии в микрорайоне Липовая гора. Любопытство привело подростков в заброшенный ангар, где в прошлые годы хранилась аграрная техника. Один из мальчишек начал раскачивать старую колонну, якобы для того, чтобы посмотреть, как красиво сверху посыпятся кирпичи. Ветхая конструкция не выдержала. Мальчик начал выбивать другим кирпичом кирпичную кладку снизу. И когда остался последний кирпич, он залез на бетонное основание данной кирпичной кладки и начал расшатывать ее из стороны в сторону. Кирпичная кладка обрушилась и на мальчика сверху упал бетонный блок. В бетонном блоке находилось примерно около шести-семи кирпичей. Друзья пострадавшего позвали на помощь своих родителей. Скоро увезла ребенка в больницу, но травма оказалась смертельной. Сначала следователи причиной трагедии называли детскую шалость. Но в деле появились обстоятельства, в корне меняющие картину. Следователи подозревают, что кирпичная кладка еще до прихода мальчишек держалась буквально на честном слове. Потому что до этого здесь поработали охотники за металлом. Сегодня мы утром здесь поймали двоих злодеев, которые занимались резкой металлической конструкцией данного ангара. На месте было обнаружено четыре баллона, два из них кислородных, два с пропаном и резаки, ломы и различные другие приспособления. По словам очевидцев, еще в конце августа на этом месте росла высокая густая трава. Но за это время охотники за цветметом накатали здесь такую дорогу. Ездили сюда как на работу. И судя по тому, что осталось от металлических конструкций, каждый раз возвращались с добычей. В зарослях неподалеку обнаружились и два автомобиля с прицепами. Заметно, что к охоте за металлоломом злоумышленники подготовились основательно. Обеспечили все условия для удобного вывоза тайком спиленных металлических конструкций. По одной из версий, эти люди промышляли здесь предыдущие пару недель. Сейчас будет выясняться причинно-следственная связь между намеренным разрушением опор и падением кирпичной кладки, придавившей школьника. Елена Иговцева, Валерий Шикунов, Телевизионная служба новостей.